Мои приветствия! Это снова Сансфен с обзором героя Морфлинг. Морфлинг это герой, наносящий огромный урон и имеющий множество сейвов, но крайне зависящий от предметов. Вейвформ превращает героя в волну, которая мчится на врага на расстоянии в 1000 единиц, при этом нанося 325 урона на своем пути. Он может использовать это умение, чтобы выходить из оглушения и преодолевать препятствия. Это его первый сейв. Хотя Морф третье умение героя, мы должны сначала рассмотреть его, прежде чем понять второе умение. Морф очень интересный скилл, который может увеличивать ловкость или силу на ходу. На четвертом уровне умения герой может перевести 8 силы в ловкость или наоборот 8 ловкости в силу, ценой в 20 маны в секунду. Использование этого умения зависит от одетых на героя предметов. Можно сделать упор на силу и сбор ДПС итемов, или как обычно это делают, поднять ловкость, одевая при этом танковские вещи. Также часто увеличивают силу при низком уровне здоровья, чтобы избежать смерти. Это второй сейв героя. Второе умение Морфлинга называется Адептив Страйк. Это сингл-таргет спелл, который напрямую действует на цель. Эффект на цели зависит от ваших характеристик. Если у вас на 50% больше ловкости, чем силы, то умение нанесет максимум урона с минимальным временем оглушения в 0,25 секунды. Если же у героя на 50% больше силы, чем ловкости, то Адептив Страйк нанесет меньше урона и оглушит цель на 3 секунды. И, наконец, ульта Морфлинга Репликейт. Она позволяет создавать иллюзию любого юнита. Этот клон наносит 50% урона и получает 100% повреждений. Интересной особенностью умения является его способность скопировать ауры, такие как Радиенс, что позволит получить преимущество против вражеской команды. Еще одной важной деталью ульты есть то, что герой может занять место клона в любой момент. Это позволит легко перебраться на другую сторону карты и спасти герою жизнь. Спасибо за просмотр видео и увидимся в следующем выпуске. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube, Twitter и паблик ВКонтакте. Переведено и озвучено командой XDelate специально для Dota2.su